Россия! 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 В Пензе сестер Фролкиных встречают как настоящих героев. Еще несколько дней назад они в Токио сражались за медали, а теперь уже дома в объятиях близких людей. В аэропорту девушек ждало то, чего так не хватало на пустых японских трибунах – флаги и поддержка болельщиков. Сами баскетболистки признаются, что пока еще не до конца осознали, что вписали свои имена в историю Олимпийских игр. Причем таким образом они сделали себе подарок ко дню рождения, который отмечали 28 июля. Если честно, у нас сейчас слишком много эмоций, мы до сих пор не понимаем, что мы реально серебряные призеры Олимпиады. И для нас это просто большой шок пока что. Сейчас немножко адреналинчик спадет, мы начнем это все понимать, а пока что мы в полном восторге. Это же Олимпиада, каждый спортсмен мечтает там побывать и поиграть в финале особенно. То, что мы не выиграли, да, это же спорт, все может случиться, кто-то выиграет, проигрывает и может в следующий раз выиграем мы. Поэтому мы не отчаиваемся, идем только вперед. На протяжении недели болельщики следили за играми сестер Фролкиных в столице Японии и спортсменки не подвели. Немного не хватило лишь в заключительном матче, где им противостояла главная сборная США. А в итоге у американок золото, у россиянок серебро. Больше всех за Олю и Женю в далеком Токио, пожалуй, переживала их мама. Я и перед, и после всю дорогу рыдала. Всю дорогу рыдала. Все игры, которые они играли, я говорю, все через себя пропустила. Мне, говорю, легче бы, наверное, самой там быть, поиграть вместо них, чем смотреть все это. Тяжело, конечно, очень тяжело. Ничего, все удалось. Значит, будем радоваться. Переживали за девушек и в их родной первой спортшколе. Именно там они начинали путь к олимпийским медалям, после чего перебрались в Москву. Но своих воспитанниц в Пензе не забывают. Большая гордость для нашей школы. Мы очень гордимся выступлением наших девчонок. Надеемся, что такой результат подвинет, чтобы в Пензенской области у нас развивался уличный баскетбол. И были созданы все для них успехи. В Пензе сестры Фролкины пробудут всего два дня. Впереди их ждет отпуск, после чего они вернутся к тренировкам в составе Курского клуба «Динамо».